Андрей Прадеус Ну что ж, Алла, такой насущный народный вопрос. Мне он прям нравится. Здравствуйте. По будням я оставляю своего ребёнка с бабушкой. И как только ребёнок заболевает, бабушка даёт ему лук, мёд, режет мелко чеснок, раскладывает его по всей квартире, по всем комнатам. Соответственно, это запах. И у меня такой вопрос. Правда ли, что лук, мёд и чеснок помогают от ОРВИ? И какие есть ещё народные методы в борьбе с этим заболеванием? Ну, скажу так. Мёд вообще давайте в сторону положим, потому что к заболеваниям и инфекции ям мёд вообще никакого отношения не имеет. Это, по сути дела, фруктоза, сахароз, сахар. Ну, как бы с какими-то дополнительными ингредиентами, которые никакого отношения к противовирусной или противобактериальной защите нашего организма, ну, по сути, не имеют. Я, в общем, не сторонник мёда. Если кому-то вкусно время от времени, пожалуйста, ешьте его. Но просто как сладкий продукт. Да, если мы возьмём патоку, если мы возьмём какие-то ингредиенты, там есть биологически активные какие-то вещи, но они не относятся к прямой КОРЗ и к бактериям. Немножко другая ситуация, если мы возьмём чеснок, лук, если мы возьмём имбирь, например, тот же самый основные биофлавоноиды, они так называют вот эти активные компоненты. Я их так называю. Это иммунитет растений, но только выраженный наружу. По сути, эти вещества во многом могут быть бактериостатиками. Против вирусов они имеют, ну, такую относительную эффективность, но многие из них действительно помогают растениям не заболевать их инфекциями. Это одна из вещей. Другая вещь, когда у растений есть такие активные ингредиенты, их и животные не будут особо есть. Это тоже защита их от воздействия окружающей среды. И в этом отношении совершенно справедливо, что и лук, и чеснок, и тот же имбирь, обладая этими биофлавоноидами, например, помогают обеззараживать ротовую полость. Эти данные такие и есть. Говорит ли это о том, что это профилактика? Ну, нет. Будет ли этой профилактики хватать, что если будет в комнате вонять чесноком и луком, там будет меньше плавать вирусов и бактерий? Вряд ли. Потому что если вдруг папа или ваша подруга, придя в дом с соплями, обнимет вас и вашего ребёнка, ни лук, ни чеснок, ни трёхкратная молитва не помогут. А водка? Это интересный способ лечения детей. Нет, растирать когда. Я категорически противник этого. Объясню сейчас почему. Почему? Особенно чем младше ребёнок, тем я более негативно к этому отношусь. Есть такое понятие – перкутантная абсорбция. То есть кожа – это тоже тот орган, который может всасывать. И при том самый большой по площади орган. И при этом молекула этилового спирта, C2H5OH, она маленькая. Она-то как раз хорошо проходит. И чем младше ребёнок, тем способность проникать через кожу выше. Доза C2H5OH, которую вы ему дали через кожу, может быть сравнима с хорошим шотом. А вот тут возникает ещё одна проблема. К сожалению, парацетамол и аспирин, если вдруг они дадены человеку, который пил алкоголь, а ребёнок в данном случае пил алкоголь, по сути дела, вызывает тяжелейшие последствия разрушения, например, синдромы поражения печени. Потому что просто его печень, маленького ребёнка, не справляются с двумя вещами. Температура плюс переработка лекарственного препарата, который в норме не опасен, но при наличии алкоголя, который блокирует те ферменты, которые должны обеззараживать это лекарство. И это состояние, у меня было таких два пациента, их спасти не удаётся. И смерть наступает не от ОРЗ. Алкоголь и дети, спиртовые настойки, растирание категорически против. Потому что если есть вдруг шанс вот таких осложнений, ни один врач не сможет просто так помочь. Я считаю, что в этом отношении уж давайте либо полечим правильно, либо давайте то же самое, ну сделайте водяные компрессоры, ну вода есть. Ну зачем по-другому? Либо вызывайте скорую, вы живёте всё-таки в большом городе. Всё нормально. А вот эти дедовские, бабуские методы, риски. Риски вы должны оценивать. Но риски и с прививками есть. Я же не отрицаю о том, что ни одно лекарство не безобидно. Иначе бы оно не было лекарством. Когда лекарство не имеет ни одного потенциально побочного эффекта, у меня возникает вопрос, а что там внутри. Понимаете? Понятно, что плацебо никто не отменял. Но ни одно лекарство мы не назначаем просто так. И когда мы говорим с вами о прививках, мы должны взвешивать. Каковы риски жить без прививки? И каковы риски, если мы сделали правильно прививку? Потому что, простите меня, пожалуйста, не сделать прививку, да, когда у вас 70-80-90% людей вокруг защищены от инфекции и привиты, то вы и ваш ребёнок непривитой защищены не вами, а всеми людьми, которые позаботились об этом вокруг вас. Но при этом вы даёте больше рисков для других. Заболеет, не заболеет, но это такая игра в русскую рулетку. Чем больше будет непривитых, тем больше будет места для любых вирусов. Вот так случилось с краснухой. Так случилось с корью, когда снижается количество привитых за последние годы. Так случилось с коклюшем за последние годы, когда увеличилось количество коклюша. И когда люди говорят, ой, а вот это АКДС, на неё у детей реакция, я её не буду делать. И мы сейчас видим увеличение количества больных коклюшем. А знаете, для кого коклюш наиболее опасен? Для детей первого полгода жизни. Потому что у них нет защиты, и для них, представьте себе, вот этот надсадный, надрывный кашель. И это тяжелейшая ситуация. Поэтому здесь надо всегда взвешивать пользу и добро. И риски. Ну что ж, сейчас вопрос от Натальи. Здравствуйте. Если у ребёнка множественная аллергия, как правильно выстроить питание? Потому что если исключить все запрещенные продукты, то получается, нехватка питательных веществ будет у ребёнка. И нужно ли аллергию обязательно лечить, или к ней можно просто привыкнуть? Можно ли её перерасти? И что в аллергии самое опасное? Ну, действительно, вопросов много. И действительно, вопросы бывают, особенно когда есть или пищевая непереносимость одновременно с аллергией и одновременно с перекрёстной аллергией. Потому что вот что чаще всего даёт вот эту вот панель, скажем так, что то нельзя, это нельзя и так далее. Вот тут вот очень важно правильно подойти к рациону. Не бывает такого, чтобы была у человека уж прям настолько множественная аллергия, истинная на всё подряд. Это бывает крайне редко. Такие пациенты есть. Мы их специально выстраиваем для них рацион, диету, и продумываем то лечение, которое необходимо для того, чтобы оптимальный рацион составить. Я отношусь к той школе врачей, педиатров, иммунологов, аллергологов, которые не любят назначать, знаете, так сказать, сажать ребёнка на, что называется, на корочку хлеба и воду, запрещать всё. А здесь надо действительно очень продумывать, что ему нельзя и почему. Первое, что мы делаем, исключаем или адаптируем ситуацию, если есть пищевая непереносимость, я могу сделать что-то, чтобы его хорошо переносили. Вот. Чаще всего это ферментопатии, то есть нарушение переваривания, и я могу сделать так, чтобы пациент спокойно переваривал этот продукт, и никакой реакции не было. Следующее. Я попробую полечить или, по крайней мере, подойти к оценке, что является так называемым мажоритарным аллергеном, то есть основным. Кто является вот этим самым главным, да? И от этого построить ситуацию, что может быть перекрёстной аллергией. И построить рацион из этого. Следующий момент позитивный, потому что, когда мы говорим о детях маленьких, 2-го, 3-го, 4-го года жизни, то да, действительно. При созревании иммунной системы и при правильном подходе лечений, многие виды вот этих пищевых аллергических реакций сходят на нет. Я могу вам даже так сказать, что такая тяжёлая аллергия, как аллергия к белкам коровьего молока, примерно у 2-3, а то и 3-4 детей, она к возрасту 5-6 лет тоже сходит на нет. Клетки научаются быть толерантными к этому аллергену. Если мы не запускаем эту болезнь. Вот поэтому, как бы, прогноз неплохой. Если всё-таки поливалентные аллергии встречаются у ребёнка более старшего возраста, уже школьника, ну, тогда мы действительно должны подойти серьёзно к его лечению, понять, какие препараты он должен получать, чтобы клинически это не проявлялось. Потому что всё-таки тяжёлые проявления аллергии, особенно пищевой, бывают. Это анафилактические реакции, это активация бронхиальной астмы, заложенности носа и так далее. То есть есть серьёзные проблемы. Поэтому при поливалентной аллергии такой ребёнок находится на учёте у врача-специалиста и не лечится у обычного врача-педиатра, а действительно требует специальной помощи. Спасибо. Мне кажется, вопрос, который сейчас задаст Сергей, будет волновать очень многих, и взрослых, и детей. Мы последние года три живём в регулярном стрессе. И вот вопрос всё-таки про стресс и иммунитет, мне кажется, очень важный. Здравствуйте, Андрей Петрович. Мы воспитываем одарённого ребёнка. Он учится в гимназии, выигрывает различные, в соревнованиях участвует. И вот чем больше он участвует в соревнованиях, тем он больше болеет. И мы хотели бы задать такой вопрос. Действительно ли стресс влияет на детский иммунитет? Или может быть все эти болезни психосоматика? Ну, психосоматику пока никто не отменял. Она, в общем, у нас в жизни присутствует. Вы, я так понимаю, отец четырёх детей, да? У вас есть много детей. У меня тоже, в общем, их хватает достаточно. Я бы хотел не то, что вас поправить, но настроить на то, что мы воспитываем одарённого. А что, остальные ваши дети не одарённые? Это уже даёт определённую психологическую, эмоциональную подоплёку не только вопросу, а и отношению. С точки зрения требований к нему же, и его планки того, которую вы ему же задаёте, и себе задаёте. Вот ваша первая звёздочка, которую вы поставите с точки зрения вот этой психосоматики. Он ваш, любой ваш ребёнок для вас любимый и самый одарённый. Я это просто как совет. И вот теперь давайте вопрос про стрессы. Скажите, пожалуйста, кто будет стрессовать больше? Тому человеку, которому задали серьёзную планку, или того, которого верят и поддерживают, и просто любят? Я считаю, тот, который будет первый. И теперь ответ на вопрос. А действительно ли стресс влияет не только на детский, а на взрослый, так сказать, организм и иммунитет? Да, конечно. Что такое реакция стресса? Это выделение стрессовых факторов. Для чего они нужны? Для того, чтобы мы в моменте смогли сконцентрироваться, чтобы был приток кислорода и питательных веществ к трём конкретным органам. К мышцам, чтобы бежать или бить. Чтобы к сердцу работало интенсивно. Чтобы мозг обеспечивал нашу работу. То есть приток кислорода и питательных веществ. Что бывает, когда их много? Это факторы чаще всего кортизола, гормоны надпочечников. Когда их много, и когда ты их не реализуешь, они же занимаются чем? Подавлением иммунитета. Почему это важно? Потому что в моменте вот этого воспаления и стресса тебе важно снять воспаление, и они ещё притупляют боль. И вот если вы в этом случае даёте регулярную стрессовую нагрузку вашему ребёнку, его иммунная система не очень позитивно в этом отношении себя чувствует. Плюс длинный стресс. Это я сейчас сказал вам про короткий. А теперь длинные вопросы стресса. Ты начинаешь загоняться, думать. У тебя аппетит меняется. Кто-то стресс заедает, кто-то наоборот не ест. У кого-то сон пропадает, и он не спит вовремя. Нарушение режима дня, как отразится на ребёнке, как вы думаете? Тоже он будет более уязвим. Поэтому вопрос ставить планку и поддерживать, да, требовать мы хотим. Но ставить ему лейбл «ты у меня одарённый, поэтому ты должен» для себя, мы его будем любить любого. И то, что он нас радует, будучи выигрывая всё, мы только будем рады. Но это не значит, что он более одарён, чем его братья и сёстры. Я просто хочу снять с него лишнюю напряжение и нагрузку. А вот такой ещё вопрос. Может ли стресс привести к аллергии? И можно ли аллергию вылечить полностью? Ну, аллергию, я бы сказал так, на отдельные ингредиенты мы можем вылечить и развить толерантность. Есть такой метод аллергоспецифической иммунотерапии. Она длительная, она долгая, но многим пациентам действительно помогает вылечить аллергию. А вот теперь про стрессовые воздействия и возможность проявления атопии на коже, например, или отёков. Есть так называемые ангионевротические, даже они так называются, отёки. Есть состояния, которые называются не просто дерматит, а нейродермит. Вы слышали, наверное, название. Они проявляются действительно в психогенных отёках, которые бывают, и в крапивнице. Крапивница, как проявление вот такой, как все говорят, аллергии, она вызвана часто именно психоэмоциональными факторами. Поэтому иногда люди ищут аллергены пищевые, пыльцевые, бытовые. А крапивница часто триггером является именно эмоция. Хоть позитивная, хоть негативная. Так что, получается так, надо определить причину, что является триггером, а потом решать, можем ли мы с этой причиной справиться. Потому что если есть истинная аллергия, можно попробовать полечить аллергоспецифической терапией. Если это проявление, скажем так, неврологического характера, ещё плюс. Например, астма. Обострение астмы бывает на стресс. Ребёнок пошёл на контрольную или его поругали родители, он стал кашлять. Это бывает. Так вот это вот как раз психогенный триггер. Ну что ж, мы остаёмся в теме аллергии. Да, Алина? Да, здравствуйте, Андрей Петрович. Если в мире всё больше аллергиков, то и лекарств должно быть больше. Скажите, пожалуйста, какие лекарства от аллергии разрабатываются сейчас и на что они направлены? Ну, действительно, вы знаете, аллергиков становится больше. Я уже сказал, что это причина, в общем-то, не столько экологии, а действительно, мы имеем больше детей, которые рождаются. Преждевременно мы имеем больше детей, которые рождаются путём кесарево сечения. Сейчас я должен, к сожалению, отметить, что в большинстве стран мира больше 30% детей рождаются путём кесарево сечения. И, к сожалению, особенно в больших городах, количество мам, у которых дети находятся на грудном вскармливании, как вы понимаете, тоже меньше. Потому что женщины, которые родили кесарево, далеко не всегда могут, а некоторые даже иногда и не хотят, заниматься кормлением грудью. Для меня это немножко странно, но я всё-таки мужчина, я не могу их настаивать. Потому что я считаю так, что если бы мужчины рожали, то рождаемость была вообще ниже плинтуса. Потому что мужчины вообще не стали бы это делать. Или только под общим наркозом, лет на 7, пока оно не выросло. Я бы сказал так, что сейчас есть подходы, которые называются аллерговакцины. В средней полосе России аллергия на берёзу, поленоз – одна из самых частых. И вот аллерговакцина, которая даёт возможность переключить, приучить наши клетки к тому, чтобы не реагировать, по сути, вакцинировать – это вот одна из путей. Есть подходы, которые дают возможность сделать так, чтобы иммунитет переключился с этого аллергического на ответ, на защитный. То есть переключить тумблер иммунных клеток с гиперответа на более правильный. Это тоже такие молекулярные подходы сейчас существуют. Сейчас стараются подойти к вопросу, как сделать так, чтобы клетка либо переключилась, либо не реагировала в том виде. Потому что мы сейчас за последние буквально 5-10 лет стали понимать больше молекулярные и генетические основы вот этого процесса. Мы сейчас научились уже влиять на это. Например, для детей уже с 12 лет и старше стали доступны лекарства, которые переключают работу клетки, так называемые ингибиторы Джаккинас. Раньше мы даже себе представить не могли, что мы тяжёлый или средне-тяжёлый дерматит, который можно лечить только гормонами параоральной или большими дозами гормональных мазей, мы сейчас можем лечить просто дома в таблетированной форме. То есть это действительно уже прогресс, который стал очевиден. Сейчас используется и стало уже домашнее использование так называемых антител против ЭГЕ, то есть моноклональный антител, который блокирует антитела, вот эти специфические ЭГЕ. То есть это тоже то, что мы уже стали использовать в активной практике. И самое главное, тоже люди до конца этого не понимают, в Российской Федерации вот эти вещи во многом доступны для пациентов бесплатно. Это возможно сделать, это можно не за деньги свои собственные, а за государство это оплачивает для этих пациентов. То есть это не шутки, это правда, это всё возможно, это всё нужно делать. И это не зависит от того, где ты живёшь. Это возможно сделать везде. Появится ли вообще когда-нибудь универсальная таблетка от аллергии? Я вообще против универсальных таблеток. Я категорически считаю, что вот такой абсолютной одной таблетки и панацеи не бывает, потому что наше здоровье состоит из разных кирпичиков. Это из того, что мы с вами делаем, это того, что у нас есть тоже наша генетика, это того, каким образом мы живём и как мы лечимся. То есть, как бы сказать, это составной такой пазл. И в какой-то момент времени какой-то из этих части этого пазла может давать сбой, а может нет, и может помогать нам. Поэтому, ну, ожидать, что я могу жить как хочу и делать всё, что хочу, а вы мне приду к вам и получите одну волшебную таблетку, по-моему, в общем-то, это как раз перекладывание ответственности на дядю доктора. Мне кажется, вот это вот не стоит делать точно. Это ваша ответственность, понимаете? То есть, в этом отношении это наша совместная задача. Это только в совместном процессе мы сможем заниматься лечением как вас, так и ребёнка. Никоим образом это не только ответственность доктора. Я могу только посоветовать, а выполнять будете вы. Вот так. Хорошо, спасибо большое. Ну что ж, Сергей, давайте. Здравствуйте, Андрей Петрович. Нашему ребёнку скоро 7, хотим завести собаку. Но жена против. Боится, что заведётся аллергия. Скажите, есть ли способ заранее узнать, будет ли у ребёнка аллергия? Ну и хотелось бы послушать ваше мнение больше плюсов, либо минусов, если животные есть у ребёнка. И такой вопрос, правда ли, что лысые животные безопаснее, чем мохнатые? Я люблю собаку, у меня у самого собака. И, как бы сказать, я позитивно отношусь к животным, животным, ну, как бы сказать, в доме, глобально, будучи даже аллергологом. Во-первых, вашему ребёнку 7 лет. Я не поверю, что он никогда не встречался с собакой на протяжении всех своих лет, 7 лет жизни. На улице, у знакомых, у друзей, у кого-нибудь ещё. Неужели он никогда не гладил собаку и не подходил к ним близко? Правда же? Наверное, такого не было. Теперь вот я начну как бы с последнего вопроса по поводу лысых или лохматых. Аллергия бывает и как раз в основном на 99% это не на шерсть животных. Это люди так думают, что не на шерсть. Аллергия бывает на выделение желёз. Потовых, половых и так далее. Это белки. Шерсть почему обычно все пеняют на шерсть? Потому что шерсть является переносчиком. Понимаете? Железы выделяют определённый секрет. Этот секрет находится на шерсти. И, соответственно, получается, что чем больше шерсти или больше контакта, это примерно как история. Тополь зацвёл, да? И все считают, ой, аллергия. У меня аллергия на тополиный пух. Нет, тополиный пух является сам переносчиком очень многих других аллергенов. И раздражителем. Вопрос, может ли лысая собака быть менее аллергичной? Нет. Да, конечно, с точки зрения чистоты и с точки зрения порядка в доме, пушистая и волосатая, ну, как бы большая проблема для мамы. Мы, скорее всего, можем уже проверить вашего семилетнего ребёнка на наличие специфических ИГИ-антител к собаке, к аллергенам собаки. И, скорее всего, раз, в общем-то, у него такого не было, то мы, наверное, дадим позитивный ответ, что у него нет аллергии к собаке. И то, что вы её заведёте, очень вряд ли вызовет аллергию на собаку. Не исключено, но вряд ли. Могу сказать так, что, к сожалению, моему большому, когда мне было 27 лет, мы завели кошку, и года через три у меня развилась аллергия. Ну, вернее, повышенная чувствительность. И у родителей моих ещё там были в определённые времена аж до четырёх кошек. Мне приходилось, приезжая на дачу или в дом родителей, я принимал препараты для того, чтобы, ну, просто это не проявлялось очень сильно. Поэтому, ну, я не хочу вас ссорить с женой, но, скорее, вы правы, и, скорее, в общем-то, ничего страшного не произойдёт. А вдруг, если он будет за ним ухаживать, если он будет иметь существо живое, близкое, за которым надо проявлять заботу и любовь, это позитивно. Вот поэтому так и скажу, что я за собак. А дальше, как вы за ними ухаживаете, вы должны иметь, они должны быть привиты, они должны быть помыты. То есть, понятное дело, что любой животное – это источник дополнительных инфекционных агентов. Ну, как бы, просто смотрите, чтобы глистов не было, чтобы не ел всё подряд во дворе, чтобы прививки были, понимаете. Ну, чё же, тут чему я буду учить вас? Тут всё понятно. Ну что ж, дорогие друзья, я очень благодарю вам за вопросы. Надеюсь, мы сегодня на часть этих вопросов ответили. И это поможет и вам, и нашим с вами зрителям. А я хочу сказать, что, в общем-то, сохранение здоровья вашего и ваших детей – это наша совместная работа. Выбирайте себе своего любимого доктора, советуйтесь с ним, но ответственность за своё здоровье не перекладывайте на него, а разделяйте вместе с ним. Так что здоровья вам и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok